Вот еще один такой штрих о жизни на Западе, что не все у нас еще потеряно. Вот 12 марта 2020 года и украинка, которая работает в итальянской больнице, рассказала, что иногда врачи просто не реанимируют, многие умирают. То есть хваленая западная медицина с их потенциалом большим экономическим, с их оборудованием, с их всем, оказалось так, что привозят граждан Италии, и они просто умирают, что некому оказать медпомощь. В наших ограниченных условиях, которые есть в странах бывшего СССР, из-за того, что довели инородцы у нас до такого состояния, и то бы нашли бы выход. Ложили бы и в коридорах, и смогли бы уделить внимание всем, и придумали, как делать там и вентиляцию легких принудительную, и придумали бы, как те шванги развести, и все. А в Италии, видите, как они помирают, так помирают. Что тут сказать? Что есть у нас еще шанс, чтобы что-то изменить. Возможно, вот это коронавирус, это и будет тем историческим фактором, бывает такое в истории. События, которые приводят к резким изменениям в обществе. Сейчас многие вернутся за рубежа, в том числе с Италии, едут обратно автобусами, многие самолетами, летят дополнительные рейсы. Украина делает. Эти люди немножко с активной жизненной позицией. Как говорится, они смогут в своих городах, поселках, может поднять народ против коррупции. Против этих раздачи земель своим. Против этих всех взяток, поборов в торговых сетях за выдачу разрешений на предпринимательство и все остальное. И может пойдет такая цепная реакция, что общество встанет и поменяет эту всю олигархически воровскую верхушку. Вернет скважины газовые и нефтяные в народную собственность. И будет газ по 2 гривны за куб. И бензин будет по 5 гривен за литр. Заводы будут обратно государственные, перерабатывающие. Может вот это и есть шанс такой исторический. Потому что США будет Европу добивать и нарушение, как говорится в кавычках, прав этих всех чиновников, воров, быстрые суды и все остальное, что не будут они третировать Украину за права человека. Какие права человека у вора, который воруют с бюджета на откатах в каждом городе, этих десятки таких воров. И получается, люди остаются без медобслуживания и сокращается жизнь. Чего их жалеть? Они преступники. И тут можете остановить, кому интересно. Вот пишут пациенты тяжелые, их чрезвычайно много, это в Италии. Они поступают одновременно. Многие больные нуждаются в механической вентиляции легких. Но у нас механических вентиляторов единицы. Самый молодой пациент, которого я имела 1976 года рождения. Это ему сколько? 43 года. Он поступил ночью с серьезной дыхательной недостаточностью. После некоторых манипуляций утром ему стало немного лучше. По словам медсестры, высокая смертность среди людей пожилого возраста. Много умирает, особенно старших людей, таких пациентов или тех, что имеют серьезные хронические заболевания или патологии. Иногда врачи не реанимируют. К сожалению, приходится делать такой выбор, потому что очень много людей нуждается в помощи одновременно. Ну, видите, у них как. У нас бы простой фельдшер имеет знания после медучилища. Они довольно-таки в советское время поставили там хорошо обучение. Как реанимировать таких больных? А у них уже все. Там тот не имеет права, тот не знает, тот не это. Поэтому вот вам советское образование. Вот вам наша народная смекалка и разумность. Тут славянские народы, они довольно-таки очень сильные. Если бы еще вернулись бы к вере богов, которые были на этой земле, то все бы мысли, формы оставались бы здесь бы. И не уходили бы на палестинскую землю, куда вы их отсылаете. Тут вообще бы жизнь началась хорошая. Так что есть у нас сейчас еще шанс. История дает такие шансы. Потому что получилось так, олигархи довели до того, что пришлось выбирать между ворами и комиком. Вот видите. Люди его избрали, а оказалось, что он реформов абсолютно никаких не проводит. Ни одной реформы не сделано почти за год. Ни одной. То все, что такие, то мелкие, косметические. Они пиарят свои достижения, которые в Эстонии, то цифровое государство. Эстонцы на 15 лет нас опережают. У них там есть электронное гражданство. И открытие счетов в банке для иностранцев, чтобы вести предпринимательскую деятельность и платить налоги в бюджет Эстонии. Там столько всего. А они вот это вот берут, пиарятся. У них все на пиаре. А что бы от них хотели? Они, ихняя вся профессия, брать, находить в людях недостатки и смеяться с них. И что вы думаете, они станут друг управлять по-государственному? Если они всю жизнь с 15 лет только смеются на сцене с других. Их просто, чтобы унизить другого человека, растоптать его и все такое. Понизить самооценку народа. Это ж не их народ. Они же все с тех палестинских земель у нас. Ну, правят. И религия у них оттуда. И христианство с палестинских земель сюда пришло. Что подстав одну щеку, подстав другую. Тут сдохни в этой жизни, зато тебе будет рай. Давай ворам воровать, потому что так Богу угодно. А ты терпи. Так что думайте, во что верить. Потому что живете один раз и не надо дураками прожить жизнь. Это будет обидно идиотам прожить жизнь. Даже не подумать, во что ты веришь и что ты читаешь. Библию откройте. Там только одни слова. Убить, сжечь. Там есть статистика по этим словам. Это очень просто страшно. То, что прививается. Это все восхваляется. Когда-то Сталин тоже Кагановичу урок преподал. Каганович в воспоминаниях писал. Это член политбюро. Он был еще с 30-х годов. А умер в 91-м. И он, когда увлекся иудаизмом, Сталин его как-то вызвал на разговор и стал приводить с цитатами, побеседовал с ним, что Каганович тут был в шоке. Он ему просто разложил по полочкам, сказал, Лазарь, во что ты ж веришь? Ты ж посмотри, что проповедует, к примеру, вот эта религия. Так же и поэтому Сталин относился к христианству. Он только его разрешил, когда видит, что народ зомбированный еще остался с 1900-1917 года. И хотят религиозную обертку на те вам церкви, на те вам то. А они там все, попы, были завербованы НКВД, МГБ. Потом они долаживали государство во всех поползновениях в умах людей. И выполняли фактическую государственную функцию. И поэтому христианство выгодно сейчас и власть имущим на бывшем постсоветском пространстве. Терпите воров, вам в следующей жизни будет рай, а воры попадут в ад. Хотя куда попадут ваши энергоинформационные оболочки, это отдельно мы расскажем. И там ни рая, ни ада не будет, а будет потом другой опять путь. А реформы проводить я вот еще предложил с 2005 года. И как, что делать с постом президента в Украине. И вот новая административно-территориальная реформа 2015 года, моего предложения. Что там будет всего лишь два налога небольших. Их хватит на всех. Они будут простые в администрировании. Как их распределять государству. Тут есть ссылка, перейти по этой ссылке. Эта реформа есть на сайте петиции президента и петиции Верховного Совета. В свое время я предлагал и изменить гимн, чтобы слова «щеневмерла» Украина заменить словами «ведродывость Украина». Это же просто естественно и понятно. Ну как это петь «щеневмерла» Украина? Для русских это «щеневмерла» Украина. Это официально у нас поют. Вы такого идиотизма где-то слышали? Петь о смерти, ждать, что вот-вот еще скоро смерть придет. Это было просто написано ситуативно. Стих в начале 20 века к определенной ситуации, к определенному там событию был написан. Но это все специально делается. И вот моя статья «В Украине нужен референдум». Это я в 2005 году написал, чтобы ликвидировать пост президента. Тут надо было либо президента вводить с абсолютно диктаторскими полномочиями, чтобы он мог все сам делать. И генпрокурора снимать, как надеялись мы, чтобы порядок был в стране. А вот это то, что они сделали, это просто рассадник коррупции и хаоса в государственном управлении. И сократить вот этот Верховный Совет, я еще предлагал тогда в 2005 году до 300 депутатов. И как их избирать? Что вот эти все партийные списки. Какие партии? Вы те партии где-то видели? В Советском Союзе была партия, когда там было 6 миллионов человек. Проводились партсобрания, работа проводилась. А что это за партия на бумаге? И она формирует список и заходит в Верховный Совет. Это просто как олигархические вам фантики сделали и манипулируют вами, а вы избираете фактически ставленников-олигархов. Так что думайте, чтобы быть счастливым человеком, надо что-то делать. Так что вот это зарабечание, чтобы вернуться, может они что-то вдохнут новую жизнь в наше общество. И вот тут у меня на сайте есть запись. Счастье приходит каждому в разное время. Главное его заметить. Так что думайте. Потому что, когда вы базовые принципы религиозной веры, духовной сферы не замечаете, все как устоялось хотите, то это очень плохим результатом приводит. Прожить 60-70 лет, а из них последние 15 лет в болезнях, это разве выход? Нет, чтобы быть здоровым, надо просто есть природную пищу. А что такое природная пища? Подумайте. Заходите ко мне на YouTube канал. Внизу видео, вот тут есть YouTube. Щелкните на нем. Перейдете на видео, этот ролик на YouTube канале, если он где-то встроен. Или Меньшов ТВ щелкните под видео. Смотрите, есть там плейлист питания. Там есть ответ. Видео про энзимы. Как долго прожить. Наверное, еще общество должно дать шанс этой земле, если люди одумаются. Делитесь этим видео. Это вы можете минимум того сделать, чтобы не вставать, как говорится, с кресла. Пошлите своим знакомым, пускай посмотрят, послушают. Надо что-то делать. Если вы не хотите ходить ни на площадь, ни к чиновникам разбираться в мэрии, в сельские советы, хоть поделитесь видео, разошлите. Пошлите слово правды другим людям. А что ж вот так вот сидеть уже и послушать, и даже не сделать какого-то действия. Надо реформировать все. Оно есть все просто. У нас можно провести безболезненно реформы, не как там в Польше проводили. Когда забрать нашу собственность обратно в народную, эти все газовые и нефтяные месторождения, будут сразу деньги и на медицину, и на зарплату врачам, учителям. Надо просто отстранить воров от власти и все олигархов. Это просто все естественно, но у вас тоже в руках есть это средство, эта информация. Поделитесь этим видео. Это обычное видео, как записанное сегодня в видеоблог. Но тут много всего сказано, такого и обнадеживающего, и что все-таки людям нужно объединяться. Может что-то, кирпичик в стену нового общества будет этим видео заложен. Так что отошлите электронной почтой знакомым, добавьте там в письмо 5, 10, 15 адресов, в социальные сети отправьте знакомым. Пускай посмотрят, это нестандартный подход, нестандартное объяснение внесистемно, то есть по-человечески вам рассказано, что нужно начинать из духовности, которая тут была десятки тысяч лет. Ведь при той вере языческой, раньше воров наказывали при жизни, а не терпели. Так что думайте, пока есть еще чем думать. Вот эта вся медицинская, фармацевтическая, международная мафия вам долго жизни не отпускает, всего лишь до 65 лет. Это сейчас наши родители, там дедушки, бабушки живут до 75, до 80 лет. А на этих продуктах питания, что вы покупаете в супермаркетах, все с едобавками, полностью химия, ничего живого нету, сейчас пойдет такой мор, что люди до 60 лет доживать не будут и близко. Все последние деньги будут отдавать на лекарства, эти в аптеке, все, и просто покидать этот мир. Так что делитесь видео, пускай люди задумаются. На YouTube канале у меня тоже есть и по духовности видео. И в ближайшее время, где-то через 3-5 дней, я начну вылаживать новые видео по этой теме духовной. Там будут просто кратко освещаться разные вопросы на 3 минуты ролики. Ну, кто сильно хочет, можете зайти на мой сайт, этот, меньшов.моа.инфо, и там есть вот ссылочка на эту реформу. Вот вверху адрес сайта вы видите. Потому что смотрят какие-то видеоролики люди про манипулятивные от этих телеканалов, от всего. Надо же все-таки думать. Они не хотят дать вам возможности просто подумать. Грузят какими-то искусственно создаваемыми скандалами, чтобы вы не думали просто о корнях проблемы, о причинах. Обо многих причинах в обществе является экономика. Что ресурсы ограничены. Либо ту нефть и газ вы заберете, либо заберет ее вор-олигарх. Все просто, понимаете. И они от вас от этого уводят. Какие-то там у них в студиях потасовки, драки, кто-то что-то то сказал. А от этих всех базовых фундаментальных принципов, которые записаны в Конституции, они вас забирают. И вы даже этого сами не замечаете, как это все происходит. Ну вот, как вначале было сказано, возможно, историческая истерия, то, что они сделали с этим коронавирусом и перемещением народов по местам своего исторического проживания, что-то в обществе поменяется. Будьте умными, будьте здоровыми.